Инновационная технология Организации и оценки качества Что хочу подчеркнуть Не просто организационная оценка И качественность винированного процесса Ну, на примере рака молочной железы Два слова буквально, что такое скрининг Я думаю, вы хорошо знаете, но я еще раз повторю Не подчеркиваю, что это стратегия Организации здравоохранения Прежде всего, здравоохранение Нужно поздравить здравоохранение Чувашей республики активно именно в этом участвовать Организация скрининга рака молочной железы На вашей территории Значит, это стратегия здравоохранения Направленная на то, чтобы выявить на такой Ранней стадии заболевание Когда, если мы его лечим, это заболевание Это приводит к снижению смертности от этого заболевания И тогда понятно, почему это стратегия здравоохранения Прежде всего, не решать вопрос о скрининге Вот мы решаем такие проблемы Насколько сложна проблема Как в каждой территории Какова заболеваемость от этого Она чьи-то высока или нет Какова смертность высока или нет Каков тест, который Мир принят для выявления Этого заболевания И, наконец, какова эффективность лечения Этого заболевания, которое должно привести Если мы выполним все это К снижению смертности от этого заболевания В популяции, где мы принимаем этот скрининг Итак, понятное дело, что польза от скрининга Должна быть лучше, чем вред, который мы приносим Селению этим скринингам Это понятно И что касается европейских стран Что здесь уже давно проведены И введены разнообразные скрининги Очень хорошо организованы И по цене и качеству Вот европейские страны говорят о том Что нужно и оправдан скрининг Для колоректального рака Для рака шейки мотки И, наконец, для рака молочной железы О скрининг которой я сегодня буду говорить Поскольку это будет и экономически выгодно И приведет к снижению смертности популяции Скрининговой группы населения В мире уже принято Я думаю, многие слышали Такая система называется она ByRATS Хотя бы Рест Имиджинг Репотинг Антсистем Дата Она была принята американскими коллегами Да очень давно В 60-х годах прошлого столетия И уже с этого времени Уже стали разрабатываться Различные программы И оценивать свою стоимость И внедряться эти программы В различные государства Вот здесь написан контроль выполнения И оценка эффективности популяционного скринина То есть все население Вот такой популяции Видите, это большой разброс Достаточно по разным странам От 39 до 75 лет Указаны, какие страны Каким образом Какие таргетные группы применяют Это интервал от 1 до 3 лет Тоже разброс вот такой Это исследование молочной железы В двух проекциях Предварительное клиническое исследование Брозакова не проводится И дополнительная клиническая маммография При высокой плотности Значит, ткани молочной железы Значит, сейчас Как бы популяризируется Уча-зуковое исследование И магнитно-разлеоносной маммографии На сегодняшний момент Только обсуждается Томосинтез молочной железы Потому что это Дополнительная лучевая нагрузка Вот это уже наши немецкие коллеги Которые предоставили любезно Эти слайды Чтобы мы тоже вам всем показывали Каким образом скрининг Организован на территории Германии Обратите внимание Что существует Специальные Центры В которых идет подготовка Ассистентов-врачам У них нет лаборантов Они не имеют Медицинского образования Они называются Медико-технические ассистенты Имеется базовый курс скрининга Имеется курс по маммографии Обязательно две недели работы В референс-центрах Которые отвечают за это обучение И наконец И дают сертификаты И наконец Регулярный контроль За работой скрининга В каждом медицинском учреждении Вот здесь показана статистика ЖДМ-показатели С левой стороны Это то, что Коллеги нам предоставили Что они уже достигли С середины Это толерабельный показатель И наконец Желательный показатель И обратите внимание На что Какие показатели Там приняты Это проще процент Участия Популяционной группы Потому что считается Если это меньше 70% То по цене качества Скрининг будет необрактан Поэтому вот такие Желательные показатели 75% И конечно выше Это количество повторных снимков Вот эти проценты Нельзя превышать Это количество женщин Находящихся под контролем После скрининга Тоже эти проценты Нельзя превышать И наконец Срок между первым И вторым обследованием И посмотрите Как написали наши коллеги Превышение Часто будет Жестоко контролироваться Вот такой немецкий характер Вот этих показателей Далее Какие ожидаемые показатели Которые нужно выполнять Это женщины Приглашенные для вторичного исследования Опять же Эти проценты Я не буду на это указывать Сейчас Из-за Всего времени Количество клинически Невидимых опухолей То есть Доклиническая диагностика Рака молочной железы Обратите внимание Более 70% Популяции Должно быть С болезнью Которые клинически Себе никак не проявили То есть У здоровых Женщин Относительно здоровых Женщин Наконец Количество начальных раков Обратите внимание Какие тоже высокие проценты А начальные раки Это рак инситу Да 0 Т0 То что у нас считается И рак Инвазивный Но менее 1 см Вот что считается Начальные раки Молочной железы И наконец И понятно Что они должны быть Без периферических Лимфатических Геональных Лимфатических узлов То есть У нас таких показателей нет В нашей страсте Которые существуют Но мы надеемся Что в ближайшее время Это начнется С Чувашской республики И что вы тоже будете Достигать такие показатели Которые достигнуты В Европе И в Америке Далее Что касается Уже специализированных Учреждений Когда с подозрением На рак Молочной железы Это четвертая стадия Четвертая и пятая Группа Папайра-системы Где в большем Или меньшем проценте Подозревается Рак молочной железы Какие показатели Должны быть Достигнуты Уже специализированным Онкологическим учреждения Когда доказывается Рак гистологически Отношение Доброкачественного Злокачественного Должны быть Меньше единицы При вакуум-биопсии Отдельно подсчитывают И при Противоголовом Исследовании И наконец Количество биопсии Чтобы не было Ложно Положительных Результатов То есть Никаких ошибок Во всяком случае Менее 10% Когда должно быть Когда вы делаете Срочное гистологическое исследование На операционном столе Вы прекрасно знаете Вот здесь Подморфологов нет Что подморфологи Не любят Срочное гистологическое исследование Потом все равно Это закачивается Планом гистологическим исследованиям Итак Скрининг Признаки высокого качества Первое Это использование Только высококачественных аппаратов И постоянный контроль работы Этих аппаратов Получевой нагрузки Да Понятно что Вред мы не должны принести С помощью Нашего Теста Рененской маммографии Это регулярный контроль Со стороны Вышестоящих организаций Это референс-центры И далее уже правительство Этого государства Естественно Но правительство Вашего государства Присутствует И конечно Приветствует Все эти программы И будем надеяться Что мы будем На этой территории Будет очень хорошо Это просмотр Момограмм Двумя обращаемых Причем независимый Просмотр Двумя обращаемых Не менее 5000 исследований Вот Вот для того Чтобы не терял навык Рененолог Который занимается Скрининговой маммографией И наконец Конечно Документирование И последующая Обработка всех Полученных результатов С качественным показателем Это то Что касается Америки И то Что касается Страны Европы И некоторых Еще других стран Где принято Вот это Байрат-система Что касается Российской Федерации Здесь представлены все законы Которые с 2006 года До 2017 А вступил в силу 17-й Вот про этот Закон о дистанциализации С января 18-го года Где четко Обозначены все этапы Это за рубежом Обозначены все этапы У нас обозначена Только Таргетная группа Да Только то Что нужно делать Две молочные железы В двух проекциях Стандартных И только то Что вы видите Если имеется Компьютерная томография Молочных желез Я честно говоря Не очень знаю Где проводится Компьютерная томография Молочных желез Да Но тем не менее Значит Не при мастертомии И если проведена Компьютерная томография Да В предыдущий год Вот это обозначено В последнем приказе О диспансеризации Хотя все предыдущие приказы Тоже выполняют Такую же функцию Перекрещиваются Что касается того Что мы предлагаем Регионам Российской Федерации И что уже внедрено В некоторых регионах Российской Федерации И в Чувашской Республике В том числе Мы еще только показатели Не опубликовали Потому что в одном Главное опубликовали Я вам покажу А в Чувашской Республике Я думаю В конце года Мы опубликуем Так вот С главным ременологом Внештатом С главным анкологом Внештатом Результаты уже В Чувашской Республике Потому что мы здесь Это тоже внедрили Мы внедрили Здесь там Систему описания Рекомендации И статистики Она называется Она основана Конечно На Байрат-системе Ничего нового Мы тут не выдумывали Мы просто все это Формализовали С помощью Айтишных специалистов Что позволяет Делать эта система Описания Рекомендации Статистики Для маммографического Скринга Стандартизация Деятельности Лучевого диагноста Очень важно Общепринят На международном стандартном Самообразовательный процесс На местах Можно осуществить Облегчение деятельности Рутинная работа Лучевого диагноста Потому что В результате применения Этой системы Вы получите Печатный Формализованный протокол И вот этот Печатный Формализованный протокол Очень нравится Онкологам Чтобы не разбираться В наших почках Это взаимодействие Очень важно Между различными Медицинскими учреждениями Это доступная база данных Это наконец Статистическая отчетность Которую вы выработаете На своей территории Будете учитывать Немецкий опыт Не будете Это уже Как бы Решат ваши специалисты Энештатные И наконец Это конечные результаты Это научная база Этим уже заниматься Будет онкологический Научный центр Когда будут уже Создаваться Системы Поддержки Применятия решений Так называемые Интеллектуальные Программные обеспечения Сейчас у нас Создан модуль Момографии Первый и второй Просмотром Можно сделать С онкоцентра Или берез Между различными Учреждениями региона У нас Он уже опробирован В Ниневых Других регионов И в Чувашской республике В том числе Это модуль Утразвуковой Момографии Он разработан Уже формализованный протокол Сейчас опробируется У нас И думаю Я в онкоцентре Я веду Я думаю Пусть мы опробируем В Чувашской республике И наконец Последний Это будет модуль МРТ Момография Тоже формализованный протокол Он только В саде разработки Но наконец Модуль статистика И модуль Справочная информация Начнем К две крупные Составляющие Вот этой Сорс-системы Это Системная платформа Которая позволяет Передавать Распределенно хранить Распределенно подчеркнуть Проводить Стеатическую обработку Различных медицинских Организаций А то что нас С вами интересует Это спирициализированный Компонент Вот эта Сорс-система Которая основана На формализованном Протоколе Вот таким образом Системная архитектура Представит Основную платформу Передача из региона К регион Передача между Вашими регионами И онкологическим Научным центром Это что уже захочет Регион Который мы входим Эта система Позволяет это сделать А вот то что Нас с вами волнует И то что уже делают Специалисты В Чувашской республике Вот они заполняют Такой формализованный Протокол Который представлен Представлен вкладками И полями И когда вы идете По вкладкам полей Полями вы заполняете Печатную форму Которую очень нравится Клиницистам Но я хочу обратить Ваше внимание Тут не очень хорошо видно Но тем не менее Заключение Это самое важное Можно даже убрать Этот формализованный протокол Просто для базы Это не очень хорошо Для научной А можно сказать В правой молочной железе Какой убират В левой молочной железе Какой убират И самое главное Заключительное Да Выбирается тот Кто наибольшее подозрение Вызывает Ну например В одной молочной железе Это единица Это норма Во второй молочной железе Четыре заключения Будет Четыре Потому что это требует Гистологического подтвердения И направления Специализированного учреждения Вот таким образом Мы формализуем Стандартизируем И улучшаем работу Линия Бригады Которая Работает С С Момографическим Скренингом Здесь Системная архитектура Пойдет то же самое Можно Между ЛПУ Взаимодействовать Можно Мелгору И онкодиспансером Взаимодействовать Можно сразу Взаимодействовать С ЛПУ И онкологическим Научным центром Но онкологический Научный центр Не потянет Все пересмотры Корные Вы сами понимаете Он не резиновый Поэтому все это Мы организовывать будем На вашей территории И в Чувашской республике Это уже организовано Вот подтвердят Не штатные специалисты Потому что Не референс-центр Организован В Коди Клиническом Онкодиспансере Чуваши И очень хорошо работает А здесь показано Просто не ваш регион Еще ваш регион Мы будем публиковать В ближайшем Мы это уже Опубликовали В журнале Игорь Евгеньевич И он является Главным редактором И посмотрите Какие результаты Мы получили При независимом Просмотре Двумя регионологами Один регионолог Это регион Второй регионолог Онкологического Научного центра И мы улучшили Диагностику Рака Молочной железы На 18-47% Почему так Это высоко Получается Потому что Все нулевые категории Мы сразу переводили Специализированные Учреждения Ну и промежуточные Стадии И этим самым Улучшили Вот эту диагностику Спасибо за внимание